Этот слайд для вас очень будет важный. Здесь я расскажу про то, что нужно сейчас изучать и к чему готовиться. Вроде бы это банальные вещи, но я не была готова почти ни к одной из них. Первое — это финансовая и юридическая грамотность. Я очень горжусь этим. Несмотря на весь российский уклад, у нас абсолютно белая компания, у нас белые зарплаты. Я очень долго к этому шла, изучала и смотрела, как чего. Но нужно понимать, что финансовая грамотность спасет вас в такие ситуации, как возникла ситуация с карантином. Все студии ныли и плакали. У нас проблем не было, потому что первый год я бережно откладывала все денежки, которые были с прибыли, на стабилизационный фонд. И сейчас я, в принципе, могу всех отпустить на три месяца в отпуск, и компания не закроется, потому что у нас есть под это деньги. Нужно понимать, что крупные компании платят с отсрочкой. И нужно под это все быть готовым, и это все ложится на ваши все плечи, и нужно рассчитывать. И юридическая грамотность, это касается на самом деле всех фрилансеров, нужно знать, как правильно составить договор, потому что иначе на вас сядут и не слезут. И мы первые годы сталкивались с тем, что не прописывали количество итераций в договоре, не прописывали количество, там, точное техническое задание. И сталкивались с тем, что нам приходилось перерисовывать, дорисовывать, и договор никак не ограничивал заказчика. Поэтому мы уходили в минус. Поэтому если вы работаете на фрилансере, я бы на вашем месте тоже занялась тем, чтобы подготовила какой-то четкий хороший договор, чтобы вы всегда были защищены. Второй момент – это управление командой. Я пишу, начиная от друзей, потому что услышала, что там много джунов, и в принципе рассчитывала на то, что джуны тоже будут. Управлять – это боя-боль. Я реально думала, что я умею управлять дизайнерами. У меня в лайфе было 10 дизайнеров, точнее людьми. У меня было 10 дизайнеров, я была уверена, что я умею. Но когда я открыла свою студию, оказалось, что там не только дизайнеры, и вы бы попробовали управлять продажниками или пиарщиками. Это две моих боли. Просто продажники – это ребята, которые постоянно замотивированы на деньгах. Я никогда не встречала такое у дизайнеров. Пиарщики вообще непонятно, на чем замотивированы. И это действительно невозможно. Не знаю, я каждый год перепродумываю какие-то схемы KPI, которые не нужны для дизайнеров, потому что дизайнеры просто хотят делать красиво. Но тут же сталкиваешься с тем, что менеджеры хотят заработать много денег, дизайнеры хотят красиво, и вечный конфликт. Когда менеджер внутри компании говорит, у нас бюджет, все, дизайнер говорит, ну не знаю, мне еще нужно иллюстратора сюда привезти, чтобы он дорисовал. В общем, это еще история. И управлять людьми нужно разного типа. Я, к сожалению, эту ошибку совершила и долго страдала. Делегирование. Опять же, мне казалось, я умею делегировать, но это абсолютно не так. Если вы можете отдавать какие-то задачи касаемо дизайна, если вы уже работаете, например, арт-директором и уже привыкли к тому, что отдаете, то это ничего не значит. Потому что отдать, например, какие-то отчеты, истории с коммуникацией с клиентами становится крайне страшно. И за это нужно бить себя по рукам. Я до сих пор не могу всю операционку передать менеджерам и периодически влазю в какие-то коммуникации с клиентами, потому что очень-очень переживаю за качество. Навыки спикера. И мне кажется, навыки спикера идут со следующим. Это с продажами, потому что это очень сильно пересекается. Я советую вам начинать выступать как можно раньше. Меня не выпускали, поэтому мои навыки спикера потихоньку только растут. А вам это будет полезно начать с ранних карьерных лет. Прямо в студии перед своими какими-то ребятами максимально эту тему мотивировать, потому что умение говорить важно и для продаж на фрилансе, и для продаж внутри офиса, и для продаж каких-то… Вот уже для студии нужно уметь правильно рассказать о себе, о том, какие навыки вы обладаете, что вы делали. Это большой труд, долгие годы тренировок. И для чего на самом деле нужны навыки спикера и выступления на конференциях, чтобы, если вы открыли все-таки свою студию, чтобы вас знали и к вам хотели идти работать. Потому что без выступлений вряд ли к вам кто-то пойдет. У нас тут вот сидит моя Соня, которая была на какой-то моей лекции, и, собственно, теперь она работает у нас. Именно так это получилось. Как бы она узнала про нас по-другому, я не знаю. Дальше это стрессоустойчивость. Тут опять мне никто не даст соврать из моих… Я прихожу в офис и ору. Постоянно ору, потому что это постоянные нервы. Мне просто нужно проораться, у меня такой характер. Дальше я где-то запираюсь и решаю проблемы. Но проблемы есть ежедневно. И они не формата, как передвинуть куда кнопку, или там менеджер плохо написал техническое задание. Это проблемы касаются больших денег, больших зарплат. И это то, почему не остается времени, собственно, на дизайн. Финансовое планирование отнимает очень много времени и стресс, нервов. Поэтому стрессоустойчивость, ее нужно развивать прямо сейчас. Многозадачность. Ну, собственно, я про это уже достаточно много сказала. Важно уметь работать на нескольких проектах сразу, потому что в рамках студии это будет часто. Проектные паузы, когда, например, один проект закончился, вы его сдали, а другого еще нет, очень сильно влияют на бюджет компании, на зарплаты. Поэтому пауза возникать не должно, поэтому часто проекты пересекаются. И в этом плане вам нужно уметь переключиться с одного проекта на другой мгновенно. Это частая и постоянная ситуация. Это то, почему дизайнеры в студии прокачиваются гораздо быстрее, но гораздо быстрее выгорают. Очень много разных-разных задач. И поэтому в этом плане многозадачность – это, наверное, один из самых главных навыков при открытии. Ну и самое главное, то, без чего у вас ничего не получится, если вы все-таки захотите открываться, – это любовь к своему делу. Потому что было много пролито слез за два с половиной года, было много проиграно тендеров, было много проиграно каких-то конкурсов. Но, несмотря на это, мы вошли в топ-10 каким-то образом, мы выросли, к нам хотят идти работать. И у меня, в отличие от многих других компаний, нет другого соучредителя, который бы поддерживал и помогал все своими руками, бессонными ночами, но с большой любовью к своему делу и к своим ребятам, к своим сотрудникам. Субтитры создавал DimaTorzok